Федеральная служба безопасности России не выявила признаков теракта или диверсии на борту Ту-154, разбившегося в Черном море. По данным ведомства, основные версии падения авиалайнера это попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования или техническая неисправность воздушного судна. В настоящий момент специалисты следственной группы работают записью видеорегистратора, на которой запечатлено падение самолета. Ту-154 российского министерства обороны разбился вскоре после вылета из Адлера 25 декабря. На его борту находились 92 человека. Это военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, также коллеги-журналисты. На месте крушения авиалайнера в Черном море продолжается поисковая операция. В сегодняшний день в России объявлен общенациональный траур. Всего за первые сутки обнаружено 11 дел, 154 фрагмента. В соответствии с ранее установленным порядком ночью, я думаю, что именно сейчас, осуществлена посадка самолета в Москве, в аэродроме Чикагоский, где первые останки тел и тела погибших прибыли в Москву для проведения всей соответствующей установленной порядкой процедуры. Субтитры создавал DimaTorzok